Сменили косметику и каблуки на оружие и форму. В Вольском училище тыла завершается обучение женщин военнослужащих. За шесть недель представительницы слабого пола должны были освоить все навыки службы от метания гранат до преодоления психологической полосы выживания. Екатерина Савина попыталась проверить на себе, легко ли быть женщиной-солдатом. Смирно! Бегом! Марш! Их в Вольском училище тыла зовут солдатики. Они не подтягиваются на перекладине и могут выбирать, сделать пресс или отжимания. Но боевые задачи выполняют, как все. В Вольском училище тыла экзамены сдают женщины-солдаты. Каждая из нас пожалела, что в чемодане с вещами не взяла с собой напольные весы, чтобы взвеситься при входе в казарму и на выходе с билетом домой. Бегом! Бегом! У них за плечами не один год службы. Однако приказ министра обороны обязал в этом году всех женщин в погонах сдать экзамены по военной подготовке. На тренировку дамам в форме дали 6 недель. Тех, кто не выполнит норматив, уволят. Справиться с заданиями действительно непросто. К примеру, 100-метровку в бассейне женщины сдают в полной экипировке. Мокрая одежда – это плюс 7 килограммов к своему весу. Такая дистанция – эксклюзив Вольского училища. Младшему сержанту Виктории Лапшиной из Новосибирска до этого ни разу не приходилось взбираться на стену в дыму и копоти. Ее рабочее место – за планшетом на командном пункте. Но чтобы сохранить его, девушке пришлось научиться всему, что умеет настоящий солдат. В армии нет женщины и мужчины. Как бы, что женщина, что мужчина должны все уметь делать. И защищать, как говорится, и смело Родину мы защитим. Это только кажется, что ползти по-пластински очень легко. В полной экипировке, с оружием в руках, да еще при том, что вот эта проволока может оказаться запросто растяжкой. Очень страшно, сыро и холодно. Психологическая атака – так называется эта полоса препятствий. Дым, скользкие мостики, окопы. На соседнем поле девушки забрасывают учебными гранатами бронетранспортер. Подобные тренировки длятся по 10 часов. Женщина может быть солдатом. Даже исходя из этого учебного места, можно увидеть, что женщины легко поражают бронеобъект противника одной-двумя гранатами. И справляются с данным нормативом на оценку хорошо и отлично. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Гыдаем там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. Основа выживания – это только название пугает. На самом деле, то, что происходит на этой площадке, знакомо любой женщине. Здесь солдатики учатся разжигать костер на снегу, ставить палатки и варить обед. Ни слез, ни грусти в их песнях у костра нет. Несмотря на то, что каждая ради этих сборов оставила свой дом и детей, обратно они вернутся уже через два дня. С победой. Шесть недель они сражались за то, чтобы остаться в вооруженных силах. До финала дошли не все. Всего 300 человек из 400. Екатерина Савина, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.